Одна только сторона медали, понимаете? А вторая сторона медали заключается в том, что в древней культуре людям даже не разрешали разводиться. Вот сейчас в Индии до сих пор такие законы. Если ты подаешь на развод, один, хочешь бросить своего человека, не обоюдное решение, один, тебя за это даже посадить могут в тюрьму. Поэтому один процент разводов всего выйдет, а в России 60, и то больше, наверное. Видите, культура влияет, бывает такая, в обществе создается такая ситуация, что ты просто, ну как бы, не сможешь изменять и бросать не сможешь просто, у тебя нет вариантов просто, потому что не позволено. Но в нашей среде, даже у вас восточная сторона, вроде бы и родственные связи очень сильные, и все равно люди, ну как бы, Бог с ним бросило. Некоторые даже родители, я много раз слышу, не хотят, чтобы дочь или сын жили вот с этим человеком и разрушают таким образом семью. Представляете, что у нас за культура сейчас? И в этой культуре, понимаете, когда женщины ходят полураздетые, когда сама по себе измена, друзьями всеми воспринимаются, да нормально, что погулял и хорошо. Вот даже мужик ты или не мужик? Сейчас вот, как люди воспринимают, мужик или не мужик вообще? Если ты выпить не можешь с ним на свадьбу, ну что, ты не мужик что ли? Если у тебя баб нет, значит тоже не мужик. Понимаете? А в древней культуре эти две вещи воспринимались как деградант. Мужик или не мужик, если человек отважный, крабрый, родину может защищать, мужик значит. Берет, выполняет свои обязательства, мужик, предает, как бы не мужик. Понимаете, совсем другое восприятие мира было и сейчас вот с этим восприятием мира, но изменил человек. Потому что такая культура, но даже не понимает последствий. Человек просто говорит, да ну так получилось просто, склеились вот нечаянно. Собачки иногда склеиваются, знаете. Палкой стукнешь, они разбежали. Тоже склеился так нечаянно человек с другим человеком и все. Ну что делать, так получилось. Учитесь прощать. Если человек раскаивается, он как бы виноват, все. Поймите, что измены возникают из-за того, что вы живете неправильно. Потому что если вектор жизни направлен к Богу, то сердце близкого человека очищается, совесть в его жизни появляется, никаких измен не будет. На определенном уровне развития людей измены исключены. Запомните. Потому что нет никакой необходимости. Зачем они нужны? И так тебе хорошо жить с этим человеком? Какие измены? И вот эта вот сама идея секса по себе, она не такая привлекательная становится. Потому что сам по себе половой акт означает сильно хочу нового рождения, сильно хочу тела, материального тела, желания, материи. Но когда человек к духу сильно устремлен, ему хочется уже не тела, а души. Поэтому его не сильно привлекает это все. И любовь он тоже по-другому начинает воспринимать со всем. Чуть-чуть, когда развивается человек. Поэтому изменять, ну как сама по себе измена, она теряет смысл. Понимаете? Но если вы не развитые, это получилось. Ну простите человеку. Он вам многое изменял до этого. Вы не знаете, что у него было много мужей и жен. Он жил много жизней до этого человека, понимаете? Просто раскаетесь, простите. Ну он раскается, вы простите, он раскается. Но поймите, почему это произошло. Потому что вы ставки сделали не на то в своей жизни. Просто делать ставки на то, что у нас дети есть, у нас семья, у нас родственники, и мы поэтому вечно вместе. Не верьте в это. Это не работает. Нет глубины в отношениях в этом случае. Глубина в отношениях возникает, когда вы сначала устремляетесь вверх, а потом ваш близкий человек тоже так же делает. Вот тогда начинается глубина. Беды сравнивают. Вот семьи. Есть как бы вороны, есть лебеди. Вот два лебедя, они друг на друга не смотрят. Они плывут в одном направлении. Они белые, потому что чистые. Вороны черные, поэтому грязные. Они каркают друг на друга, сидят постоянно, выясняют отношения. Лебеди молчат. Один лебедь умирает, другой, ну как бы он, никого не находит потом, он тоже уходит из жизни. Лебединая верность называется. Поэтому в ведах сравнивается человек, возвышенный человек, сравнивается с лебедем, потому что есть качество. Лебеди живут в чистой воде, так и люди возвышенные хотят чистых отношений, не сплетничают, никого не ругают, пытаются чистые отношения с этим миром строить. В чистой воде хотят жить. Чистая вода означает отношения. В чистой воде хотят жить лебеди. У них перья светлые, означает, что они в грязи не хотят жить. Грязными делами, заниматься обманом, деньги добывать не хотят. Чистые перья. Они хоть и живут в воде, то есть вокруг мира, есть же глупости всякие, но перья их не смачиваются водой. Они хоть в этом мире грязным и греховным живут, но они, плавая по воде, сухими остаются. У лебедей перья водой не смачиваются, не промокают. Он из воды выходит сухой. Лебеди плывут всегда, ну, как бы живут вместе, к одной цели плывут. Так и человек тоже никогда не бросает близкого человека, если он как лебедь хочет жить. И всегда идет стремиться к своей цели. Лебедь, он, когда, допустим, взять молоко, допустим, да, с водой смешать, ему в рот дать, он вот так, о-о-о-о, так вращает, и у него на стенках молоко оседает, а воду он выплевывает. Так и человек тоже, он может истину извлечь из всего, который как лебедь, подобный лебедь. Поэтому в древней культуре людей, ну, в ведах возвышенных, чистых, святых называли парамахамсами. Хамса — это лебедь, а парам — это значит высшее. Ну, то есть он высшее качество лебедя, то есть он такой же, как лебедь, но только взял от него все самое высшее, потому что лебедь просто птиц. Понимаете? Ну, то есть надо вот это вот понять. Надо стать чистым, понимаете? Чистым. Учиться быть чистой. И тогда ты будешь, когда ты чисто живешь, чисто, то вокруг тебя все очищаются. И дети, и муж. И тогда не будет измен. Понимаете? Потому что женщины, допустим, восточные так боятся, что он уйдет другой, будет на две семьи жить. Не надо этого бояться. Это просто ваша неправильная жизнь. Вы правильно начинаете жить, он никуда не уйдет. Чтобы уйти от человека, для этого нужно иметь возможность внутренне. Но никогда от хорошего не уйдешь, понимаете? От хорошего не уйдешь никогда. А если вот представьте, вы живете правильно, вы в возвышенной жизни живете, вы молитесь Богу, свою судьбу отрабатываете, а он взял, ушел, вас бросил. У вас там, допустим, четверо детей. Он вас бросил, а вы в возвышенной жизни живете. Его простили, и все, как бы, молитесь. Допустим, я просто такой, как бы, пример парадоксальный привожу. Хоть это и невозможно. Если это даже произойдет, Бог вам даст еще лучше. Еще лучше даст, понимаете? Не важно, сколько детей, не имеет значения. Есть мужчины, которым вот надо именно женщина с детьми, потому что он не может зачать, допустим, сам. А тут четверо детей уже есть. Супер. Только мечтать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!